Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 767. События дня. Второзаконие 12.32. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому и не убавляй от того. За 18 января 2018 года. Владимир, дорогой Игнатий Тихонович, ваша любовь в вашей строгости. Спаси вас Господь. Слава Богу нашему. Нашему с большой буквы только Бог говорит, когда Святой Троице. Дорогой Игнатий Тихонович, благодарю вас за приглашение выйти в Скайп. Но все ваши беседы записываются, а потом выкладываются в интернет. Я очень скромный человек, и не желаю быть в звездах Ютуба. Мои вопросы очень мелкие. С крещением вас поздравляю. Слава Богу нашему. Опять с большой буквы. Главное, здоровья и сил вам желаю в ваших нелегких трудах. С глубоким уважением. Всегда ваш, Владимир. Я другим, которые звонят, не отвечаю сразу. Отвечаю. Когда не отвечают, то мы или на молитве, или меня нет дома. А тут идет самостоятельно закачка. Дорогой брат во Христе Игнатий, вы вели беседу с Еленой Швецовой 12 января 2018 года. Она хотела иметь ваши книги, но у нее нет денег. Я рад буду оплатить за нее, за те книги, которые она хотела иметь. Напишите, когда нужно оплатить. Спаси Христос. Ну, я уже отвечал. То есть, она могла купить только до 12-й тонн. С 1 по 12-й. Открытым оком. Трехтомник взяла она и симфония на неканонические книги. Больше денег нет, остатки потом. Но я написал, сколько это стоит, пересылка. Ну, и вот теперь уже решайте сами. Меня только уведомите, что это будет оплачено, и пошлем. Владислав Мировым, Игнатий Тихонович. Посоветуйте, как быть, если священник незаконный в силу возраста, а больше ходить некуда. Неужели не посещать литургию? Я отвечаю, посещать можно, но не причащать всего такого. Он должен быть запрещен. А таких сегодня более 90%. Ну, каноническое правило. 6-й вселенский собор, 14-е правило. Ну, представьте, нас отделяет время от этого собора. Ну, тогда приняли это решение. Ну, сидят 300 епископов. И в это время встал бы какой-то маленький человек и говорит, а я это не признаю, патриарх какой-то или что-то. Ну, современные как, епископы. Я не признаю. Ну, что бы, да юридики его сразу занесли. Это же сегодня, можно сказать, как будто ты же против соборного становления. То есть, беззаконие. Абсолютное беззаконие. Галина. Игнатий Тихонович, хочу вас попросить, чтобы вы в своем видеоролике огласили напрямую, что крестные не обязательно. У нас в основном не знают и не верят. Даже самые глубоко верующие. То есть, ставят. А до чего неизвестно. Никакой роли не играют. У меня крестники есть. И очень их просили меня. И как только покрестили, все, они знать не хотят. А крестные имеют над детьми власть не меньше, чем родители. Если родители, что-то случится с ними, их нету, то крестный этих детей воспитывает. Берет, кормит и поет. Спаси, Христос. Благодарю вас, что уделяете время на меня. Ну, не часто задавайте вопросы, не чаще, чем раз в неделю. Сатьяна Ульянова, Игнатий Тихонович, есть ли у вас проповеди по поводу Туринской плащаницы? И потому, что якобы брали ДНК с этой плащаницы и нашли какую-то хромосому, что говорит о земном отцовстве у Христа. Чушь, конечно, но меня замучили с этим вопросом. Я толком на это ответить не могу. Говорю только, что я больше верю апостолу Павлу и свидетелям жизни Христовой. Я отвечаю, чушь, конечно. Что тут доказывать? Они каждый день придумывают. Как сейчас. Ну, явно написано, если земной шар нет. А я вот на иврите, там на другом переводе, не знаю ничего, но как Лев Толстой. Ни одного толкования Евангелия не принимаю. А то, что Льюис, француз какой-то написан, он на него ссылается теперь. А ты любое безумие сегодня и говори, Бога нет. Вот он сказал, ну дальше написано безумец. Нет ни одного заблуждения, на которое не было бы последователей. Всякого, говорится, жито по лопате найдется. Кто-то сказал, ну, Ницше, что он там говорил? Любимец Гитлера. Любимец его. Оттуда он это брал. Оттуда Майнкампф. А Ленин что? Парижская коммуна, Марат. Подражал во всем. И так же закончил. Татьяна Ульянова. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Посмотрела вашу беседу с Еленой Швецовой. И вы в беседе говорите, что женщина в храме должна молчать? А я и моя подруга проводим беседы для других верующих прямо в самом храме. Я так понимаю, что надо это прекратить? Я отвечаю. 1 Коринфянам 14, 34. То есть, вот я говорю, мое учение какое? Ну, какое учение-то? Я вот открыл, прочитал, и все. Но жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Дальше считаем. Посмотри, Господи, и терпеливо, как ты и смотришь. Посмотри, как тщательно соблюдают сыны человеческие правила, касающиеся букв и слогов, полученные ими от прежних мастеров речи. И как пренебрегают они от тебя полученными непреложными правилами вечного спасения. Если человек, знакомый с этими старыми правилами относительно звуков или обучающий им, произносит вопреки грамматике слово «Омо» без придыхания в первом слоге, то люди возмутятся больше, чем в том случае, если, вопреки заповедям твоим, он, человек, будет ненавидеть человека. Уже ли любой враг может оказаться опаснее, чем сама ненависть, бушующая против этого врага? Можно ли, преследуя другого, погубить его страшнее, чем губит вражда собственное сердце? Это Блаженный Августин из Исповеди. Вот если бы это я сказал, не поверили. Вот как у Серахова написано. «Заговорил богатый, и превознесли его до облаков». «Заговорил бедный, и все говорят, а кто это такой?» Вот сейчас там причащение святых христовых тайн. Я тут много, то есть, читайте, что уговорено здесь. Я взял интересный материал такой. «Заговорил бедный, и все говорят, что уговорил бедный, и все говорят, что уговорил бедный». «Заговорил бедный, и все говорят, что уговорил бедный, и все говорят, что уговорил бедный». Это сказал все, что сейчас прочитали Даниил Сысоев. Вот ознакомились. И вот уже не первый раз слышу эту реальную историю от замечательного священника. Уже не первый раз рыдаю. Наверное, такие истории нужны каждому, чтобы просто напоминать. Наш храм окормляет детский дом детей-инвалидов. Кто не знает, работа с такими детками невероятно сложная. Я некогда искренне убежденная, что справлюсь с работой в любой среде. После первого же посещения вылетела, как ошпаренная. Невероятная психологическая нагрузка. Но речь не обо мне. В этом детском доме жил мальчик Сережа. С детства синонимом жизни была боль. 70% костей деформированы от рождения. Костные ломки. Обезболивающие. Снова ломки. И большие дозы лекарства. И предрешенная судьба. Родители отказались от мальчика при рождении. Дом малютки для младенцев. Инвалидов. Дом-интернат. И дом престарелых, где его жизнь должна была закончиться. Слабый иммунитет приводил к тому, что от каждого лишнего, не то что сквозняка, а даже дуновения, мальчик попадал в реанимацию. А в противовес всем бедам у него была вера. Та вера, которая сдвигает горы. И вот, когда после очередной болезни его перевели в общую палату, он попросил позвать священника. Им оказался отец А. Ну что А? Александр. Батюшка. А когда он меня заберет уже? Я не знаю, что чувствовал в этот момент священник-то. Но, во-первых, частично это считается в его глазах, когда он рассказывает, и частично маленький мальчик просит смерти. Представили? С Божьей помощью! Ну, отец А, нашел нужные слова. Ты молишься? Да. За родителей? Да. За таких же деток-инвалидов? Да. Смотри, сколько людей зависят от твоей молитвы. Скольких ты спасаешь ее силой. Ведь она, по сути, мученическая. И правда, вся жизнь Сережи мученичества, боль физическая, быть может, хоть изредка притуплялась действием обезболивающих, но сколько боли он испытывал в виде бегающих, смеющихся детей. Он, сидящий в инвалидном кресле, не способный держать голову прямо. Сколько брезгливых, жестоких взглядов ловил на себе. Батюшка причастил и увидел, что мальчик улыбается. Знаете, батюшка, а я еще немножко пожить хочу. Отрока Сергия Господь призвал к себе через два года после этого разговора. Отпевал этого мальчика мученика, тот же отец А, с легким сердцем. Помяните в молитвах отрока Сергия. Быть может, и он поминает нас в своих обращениях ко Господу. Наталья Бортникова. А дальше, что говорили святые. Святые. Вот я просто буду просчитывать, опять проводить. Много это скинули мне. Считайте. Затормозите и считайте. Очень хорошие. Вот Антоним Митрополит Суровский. Вот он пишет. Истинное смирение рождается от видения Божьей святости. Мы же часто пытаемся заставить себя почувствовать смирение, искусственно умоляя себя. Грешный, мегогрешный, супергрешный, говорят так. Нам не зачем умолять себя. Делаться ничтожными, дабы возвеличить Бога. Бог запрещает нам это. А если мы так поступаем, то достигаем не смирения, а унижения, которое не дает нам жить достойно. Достойно Царства Божьего и нашего человеческого призвания. Митрополит Антоний Суровский. Сергей Евтушенко. Тоже просчитайте о чем. Мир вам, Игнатий Тихонович. По поводу пересылки ваших материалов в Испанию. Для начала нужно определить общий объем файлов. Такую информацию могут собрать для вас администраторы ваших каналов. Второе. Скачать их с ваших интернет-ресурсов. Третье. Затем разбить их по тематике. Четвертое. Составить каталог на диски и папки по темам. Без него разобрать такой объем информации будет очень тяжело. И о жестких дисках. Касательно цены на них. Если набрать 30 терабайт дисками по 10 терабайт, это будет стоить около 68 тысяч рублей. Если набрать 30 терабайт дисками по 3 терабайта, это будет стоить примерно 49 500 рублей. Новиков Сергей. У вас в числе прочих было видео, и там очень неважный звук. Беседа Игнатия Лапкина с Александром Мень. Опубликована 30 июля 2014 года. Я заменил звук на более лучший. Вот исправный ролик. И дальше показывает. Взят в фонде отца Александра Меня. Там в комментариях к старому ролику просили улучшить звук. И даже указали, где взять лучший. Вот я и сделал. Тем более, что это недолго. А вы уже решите, поставить или нет ролик. В пояснении можно будет подписать размещенно, повторно, улучшен звук. По биографии не забыл. Он пишет там, это составляет ролик. Разные неприятные обстоятельства задерживают. И теперь, что говорили, что святые. Преподобный Макарий Египетский. По порядку. Ефрем Сирин и Анна Златоуст. Антоний Великий, Василий Великий. Это мне скинули. Ну, вроде, для разных сбрасывают. Игнатий Брянщининов. Нил Синайский. Марк Подвижник. Святитель Ян Златоуст. Ава Исаия. Ну, и далее святые, что говорят. Так вот. Я еще некоторые материалы хотел бы озвучить. Вот такое вот. А об одном герое. Мирской человек. На вручение звезды Героя России в Кремле он подошел к президенту. К Путину. Прихрамывая. Но с троевым шагом Владимир Путин тихо, не на камеру спросил. Тяжело было? Да. Но ничего. Мы все сможем. Так он жив. Обычная реакция всех, кто узнает подробности его судьбы. А обычный военный спасатель. Не совсем обычный парашютист высокого класса. Прошел две Чечни. На его счету несколько десятков десантирований в тыл боевиков для поиска и спасения экипажей сбитых самолетов и вертолетов. Эвакуация окруженных групп и подразделения российских войск. Вывозы раненых с поля боя. По должности начальник поисково-спасательной службы управления авиацией Северо-Кавказского военного округа. Все это было до 29 января 2000 года. Вот он. Полюбуйтесь на него. Полковник. В тот день Петрович, как обычно, возглавил операцию по спасению группы спецназа ГРУ в Аргунском ущелье. Разведчики попали в засаду. Имея трех тяжелораненых, уходили от преследования. Спасатели обнаружили их в лесу. Командир сам спустился вниз на тросе. Только успели поднять первого шквальный огонь боевиков. Чтобы спасти вертолет, операция была прекращена. А Петрович присоединился к разведчикам. Потом в вертолете насчитает 48 пробоин. Погоня при 10-ти градусном морозе продолжалась сутки. Остановились у заброшенного кладбища вблизи аула Харсыной. Идти дальше сил уже не было. Через 40 минут на место прибыли вертолеты. Раненых и обмороженных бойцов поднимали лебедками. И опять боевики. И приказ командира уводить вертолеты. На земле остались трое. Петрович, его подчиненный капитан Анатолий Могутнов и спецназа Дмитрий Бегленко. Фамилии прям говорящие. Трое безоружных тяжелораненых военных. К тому моменту кончились патроны против банды. Шансов уйти не было. Они попали в плен к самому отмороженному бандиту Тимир Булатову по прозвищу Трактор. В плену стойко выносили все. Раны загновились. В первую неделю сильно ослаб капитан Могутнов. У него была перебита плечевая кость. Рука висела практически на коже и мясе. Рассказывал Петрович. А я свои пули выковырял сам. Он тихо все время повторял. Плен дело временное. Нам надо выжить. Плен дело временное. Нам надо выжить. Для допроса прибыл Хаттаб. Допрашивал через переводчика. Заставлял меня принять ислам. И перейти на их сторону. Вопрос стоял конкретно. Да или нет? Вспоминал Петрович. Потом его решили обменять. Как самого ценного пленника. Заставив позвонить жене. В одной из февральских ночей Рите приснился сон. Будто муж заходит домой с огромным черным лохматым псом. Я их сделал. Я вернулся домой. Буквально через несколько секунд раздался телефонный звонок. Она узнала его голос. Рита, не перебивай. Слушай и делай, что я скажу. Я в плену. Если обмен завтра не состоится, то он не состоится вообще. И ни в коем случае не разыскивай меня самостоятельно. Обмен пленными был назначен на 20 февраля. Но по квадрату, примыкавшему к району, произвели артналет. Бандиты восприняли это как срыв договоренности. А в конце февраля началась операция федеральных сил по освобождению Аргунского ущелья. Тракторист бросил свою банду и попытался удрать. Петровича он продал полевому командиру Гилаеву. 18 марта наши войска начали штурм. Боевики пошли на прорыв в горы. Перед собой на минное поле они гнали пленных. Петрович прошел все 400 метров. На реке Гойта отряд гилаевцев был уничтожен в упор. Под кинжальный огонь попал и он. Еще четыре ранения. Две руки, левая нога и грудь упал в воду, что спасло от болевого шока. Чудом подполз к берегу и закричал, теряя сознание. Мужики! Я свой! Подполковник Жуков, штаб СКВО, был в плену. Ему дали водки, прикурили сигарету. В спасение подполковника Александра Жукова с позывным Петрович приняли участие бойцы Вологодского СОБРа. По словам военврача Центрального госпиталя СКВО Владимира Шачкина, Александр был расстрелян в буквальном смысле этого слова. У него были две остановки сердца. Долгий мучительный процесс восстановления. Я не слышал ни крика, ни стона. Он затребовал эспандер резиновый, зажимал его рук зубами. К концу лечения от этого бублика осталась маленькая полоска, говорит Владимир Шачкин. «Ходить, ходить, ходить!» Эти слова каждое утро повторял учившийся заново вставать на ноги, расстрелянный офицер. Путь в полтора километра от госпиталя до квартиры в Ростове-на-Дону он преодолевал за два с половиной часа, опять побеждая себя. А потом, наполовину загипсованный, ездил в Нальчик на суд. Тракторист обычно не оставлял живых свидетелей, потому показания Жуков были особенно ценными. Дмитрия Бегленко и Анатолия Могутного тоже удалось спасти. Последнему врачи восстановили руку. В октябре 2000 года Александр Жуков подал документы на возвращение в строй. Медики развели руками, когда узнали, что втайне от них он умудрился совершить прыжок с парашютом. С 2004 года Петрович, начальник группы Федерального управления авиационно-космического поиска и спасения, организовал поиск спускаемых с орбиты экипажей, искал экипажей пропавших вертолетов в сибирских болотах, в зимней тайге, в горах. Всего он совершил более шести с половиной тысяч прыжков. Этот офицер, прошедший две Чечни, ад в плену, расстрел, пару клинических смертей, свои жизненные принципы определяет так. Наша жизнь, наша служба целиком принадлежат России и защите ее интересов. Так было, так есть и так будет всегда. Но я просто еще раз вернусь назад, чтобы посмотрели на этого героя. Смотрите внимательно. Еще один материал у меня тут есть, и его надо просчитать просто. Вот крещение Господне. Сыркурер вышел, чтобы не купались. Никакого отношения это не имеет к спасению. Вот сейчас зимой. Это просто люди придумали. Притом это патриархия уже пишет. До этого писал епископ Евтихий, Курочкин наш. Слушай, внимательно, я не могу считать уже, устал. Затормозите и просчитайте. О крещенских купаниях, курганской епархии, русско-православной церкви. Так, это о крещениях. Как раз крещение сегодня, все это к месту. И не надо этого делать. Это ничего не дает. Вот. На причащение мы просчитали уже, герой веры. И Августин, вот у меня сколько было. Здесь все мы сделали. Думаю, на сегодня этого хватит. Просто не надо.